реинкарнация действительно существует любой человек знает о том что она существует даже те кто в нее не верят они знают что она существует задача человека понять с чем он пришел в этот мир тогда он поймет что он себе несет когда вы избавитесь от множества страхов всплывет картина прошлых воплощений реинкарнация прошлое и будущее они связаны с настоящим формируете прямо сейчас каждой своей практикой ваше будущее и даже будущую инкарнацию мастер предлагаем поговорить сегодня о такой теме как реинкарнация ведь в наше время очень многие экстрасенсы целители видят прошлые жизни а регрессия это очень популярное направление но как понять реинкарнация действительно существует или это вымысел любой человек знает о том что она существует даже те кто в нее не верят они знают что она существует те кто не верит в бога они знают что бог существует просто они в него не верят то же самое с реинкарнации в такой скажем духовно эзотерической сфере существует понятие о том что если человек не верит в реинкарнацию то есть он не развивает свое чувство тонкие субстанции для того чтобы понять что есть такое реинкарнация либо если он не хочет в это верить вообще он попадает не в высшие миры отчасти не в низшие но если он у него карма хорошая попадает куда-то в серый план где ничего нет он себе выбрал это мы сейчас за свою жизнь формируем свое будущее будущее реинкарнацию формируем уже своим отношением к этому миру прямо сейчас саю и формируем свое постсмертное переживание скажем тогда жизнь куда мы попадаем когда мы проживаем жизнь вот в таком виде если у человека очень сильная привязанность к материальному миру куда он попадет там нет материального мира в том виде в каком он здесь его привык видеть это будет другая форма конечно в его сознании могут быть сформированы столы и стулья которым он сильно привязан да он попадает некую сферу где приблизительно может быть похоже конфигурация внешне похоже может быть но он не может этим пользоваться потому что он не осознает себя поэтому реинкарнация прошлое и будущее они связаны с настоящим то есть каждый раз когда вы воплощались каждый раз когда вы проживали вы формировали свое будущее рождение отрабатывая прошлое прямо сейчас это происходит если человек хочет понять кем он был в прошлой жизни пусть обратить внимание на его помыслы в настоящем на его тенденции существования на его интересы к чему его тянет что ему интересно и так далее можно понять чем вы в прошлой жизни занимались прошлых жизнях занимались вот ну к примеру допустим я сейчас играю на многих инструментах но всю свою прошлую жизнь я провел в гималайской пещере будучи тибетским ламой у меня там не было синтезаторов пианино и так далее откуда эта информация почему я в этой жизни играю с детского возраста потому что это было несколько жизней назад то есть речь идет о том что мы в следующей жизни можем проявить качество многих воплощений назад они в нас они есть все эти качества не заложены в чакрах эти чакры нужно высвободить эту информацию нужно понять эти миры вы знаете что в чакрах по сути информация всей вселенной существует том числе и ваша личная где вы можете понять кем вы были в прошлой жизни скажите что происходит все-таки с душой после смерти через какие этапы она проходит и когда эта душа появится на земле вновь это очень по-разному происходит все зависит от того как человек работал есть люди которые воплощаются сразу буквально для того чтобы отработать либо это великие грешники либо это осознанные святые есть люди которые очень духовные очень-очень скажем так стремились к божественности к эволюции на пути к эволюции стремились к этому духовному высочайшему состоянию они могут отдыхать очень долго но допустим они могут не приходить на землю там более тысячи лет такое тоже существует но опять же тысячи лет астральных и тысячи лет земных они разные то что время разное то есть это зависит от того чем человек занимался в этой жизни каково последние его желания какова воля его какова мысль последняя с которой он уходил он же формирует свое будущее благодаря тому о чем он в конце жизни подумал на чем он зациклился мы же помним ведическую историю о том что у одного мудреца мудреца на самом деле очень высокого уровня была привязанность это олень и он когда умирал он подумал об олене как же он без меня то останется сострадание такое проявил и следующей жизни воплотился оленем хотя был мудрецом пожалуйста сознание было направлено и фокус этого сознания эта энергия она фактически поглотила образ оленя и превратилась в оленя то есть если вы свое сознание направляете на какой-то объект знайте что этот объект формирует вас а теперь подумайте на что люди направляют сознание допустим когда смотрит боевик когда смотрит блокбастер какой-нибудь когда слушают какую-то музыку не отсюда и так далее то есть мы формируем себя и будущее наше формируется прямо сейчас чистота нам времени помыслов когда мы думаем о хорошем мы формируем будущее хорошим там мы слушаем хорошие говорим хорошо красиво говорим без агрессии когда нет внутри агрессии обязательно душа поднимется очень высоко вы отрабатываете эту жизнь как раз для того чтобы восхождение совершил у нас наша физическая жизнь даже в коране об этом сказано буквально несколько минут с точки зрения космологии всей космогонии это несколько минут жизни но пусть час но пусть три дня три дня просто мы проживаем что за эти три дня мы можем успеть сто лет длиной три дня или три дня длиной в сто лет это очень быстро происходит поэтому прямо сейчас занимаетесь медитации очищайте сознание разум чтобы ваше следующее воплощение было осознанным вот сейчас когда люди практикуют у меня есть ученики которые практикуют серьезно я им говорю что формируете прямо сейчас каждой своей практикой ваше будущее и даже будущую инкарнацию если вы допустим где-то не доработаете и вам придется снова прийти на землю для реализации либо вы придете специально для реализации качок достигает освобождения через крии то он прямо сейчас уже должен визуализировать себя будущем либо он должен визуализировать себя в будущем астральном или высокодуховном кем он хочет себя видеть там может быть он хочет в полу бога превратиться это мечты и в принципе это правильно потому что вы формируете то чем вы станете мы есть то о чем мы думаем либо вы уже визуализируете свое будущее воплощение где вы хотите родиться кем вы хотите какой вы будете вплоть до даже образа это все прямо сейчас надо делать если надо конечно скажите могут ли наши близкие реинкарнировать через наших детей можно ли как-то понять что в родственника пришла душа предка или близкого человека или же это великая тайна ну во первых это тайна но зачастую тайна она может быть обнаружена образно говоря да то есть вы можете чувствовать что действительно этот ребенок очень сильно повадками своими до поведением своим каким-то привычками даже фразами похож на дедушку который недавно там ушел по какой-то причине тогда люди прямо думают что да это так но бывает так что человек обманывается из-за сильной привязанности к своему близкому человеку который ушел он начинает его во всех пытаться увидеть здесь нельзя обманываться но такое случается это зависит от кармы и ребенок допустим который снова воплощается душа ушедшего человека которая не видела реализации в этом теле по какой-то причине отработав свою программу уходит туда быстренько перестраивается там происходит с ними изменения с этой душой и она воплощается сразу же но это редкий случай когда вот прямо в эту же семью попадает вот вообще на сегодняшний день я вам скажу что человеческая жизнь бесценна и вы знаете сколько душ в очереди стоят чтобы воплотиться в человеческом теле из-за того что такой возможности нет из-за кармы из-за всяких других условий и так далее иногда души людей воплощаются даже в души животных чтобы быстрее отработать хотя бы таким образом вот о душах животных лично у меня было несколько случаев жизни когда мы ушедшие из этой жизни родственники приходили ко мне в виде животных но в моем случае в виде кошек так было с несколькими родственниками причем эти кошки внешне они были похожи на этих родственников то есть них были похожие глаза какие-то какие-то они крутятся около тебя какое-то время несколько дней вот у меня были случаи когда я понимал очень глубоко кто это когда проводил связь между родственникам этим животным и пытался его найти она просто бесследно исчезала то есть я правильно понимаю что эта душа развоплотившаяся из человеческого тела она может оказаться в каком-то недоумении там в астрале или где-то и вселиться в животное и прийти к себе домой как-то в попытке вернуться что ли да это может быть временная попытка такая это ты сам сказал что это в течение 40 дней там или какого-то там количество дней но потом все это исчезает да дело в том что кошки являются хорошими проводниками астрального плана и соответственно душа по какой-то причине хотя бы через них пытается найти коридор как вернуться если сильная привязанность есть такое может быть но закон потом срабатывает и и кошка и душа исчезают такое случается но я думаю что это для тебя лично вот может быть это это не как правило это периодически может быть с кем-то и происходит но в данном случае ты про наблюдал за этим то есть душа человека твоего бывшего родственника могла найти способ как себя выразить во внешнем мире точно также кстати себя выражают во внешнем мире элементарии они пытаются через людей джинны вселяются в людей пытаются жить в этом мире у них есть привязанность есть возможность или желание черпать энергию они садятся залезают в человека и так далее очень много правителей сейчас находится в таком состоянии то есть внешне это кукла внутри другая значит сидит сущность и это даже сейчас уже обнародуется все такое есть действительно вот скажите еще продолжает тему реинкарнации путешествие души вот нам несложно оценить человека по его интеллектуальному уровню да кто-то доктор наук хороший инженер и так далее а если какая-то подобная градация у души как определить молодая эта душа старая душа как определить ее возраст и какими признаками и качествами она может в себе располагать когда мы хотим определить возраст души нам надо обратить внимание на то чем занимается человек чем он живет если этот человек живет сугубо сугубо материальными пристрастиями да то есть он любит поесть любит выпить ну и так далее так далее такой вот именно приземленный земной совсем и наивные отчасти глуповат в поведении отчасти да и у него большей степени проявлены какие-то животные повадки в человеческом теле это говорит о том что душа там молодая как правило он недавно вышел из животного плана и продолжает жить уже в человеческом теле обретая определенные качества но люди на которых вы смотрите у которых взгляд особенные которые размышляют понимают и так далее то есть с которым можно поговорить которым тянет магнетизм какой то есть видно что этого человека есть опыт конечно же это не один раз чего пришел по интересам человека можно определить люди занимаются духовной практикой это души которые уже много много раз были здесь интересующиеся этим но опять же бывают те кто древние но у них программа в этом воплощении прожить эту жизнь материально можно смотреть по астрологии тоже кстати как расположены планеты в каких домах они находятся тогда понятно задачи человека вот например я знал человека у которого очень духовная суть вообще как таковая да это очень древняя душа но в этом воплощении этот человек должен был прожить эту жизнь очень материально он должен был до получить определенный опыт но это материальное проживание этой жизни было его проживание жизни было очень осознанным то есть эта духовность она просто была скажем излита в эту материальную жизнь по-разному а скажите вот почему вот мы обычно воспринимаем душу как нечто очень такое светлая священная и эфемерная но душа одного человека тянет его к развитию душа другого человека тянет его к разрушению хаосу их деградации почему такое происходит я бы не сказал что душа человека тянет к разрушению деградации я сказал бы что душа находится во власти того демонического ума который доминирует тянет человека душа которая находится во власти она как в темнице сидит это та принцесса которую надо освободить и нужен иван царевич или кто-то еще который освободит эту душу из темницы это и есть способ как побороть самого себя и поднять или вытащить на поверхность то чем ты обладаешь то есть ту царственную или высочайшую особу до которые вы называете душой вот и душа она чисто изначально но она может быть запачкана отчасти она может быть запачкана то есть есть атман вообще у людей есть такое не очень правильное понимание того что есть душа есть душа как атман это бессмертная душа это больше дух а есть душа как личность как человек который получает определенные впечатления и он за многие воплощения собой несет это такая душа смертно атман бессмертия скажите одобряете ли вы и регрессивный гипноз не вообще вот на подобных сеансах просмотра прошлой жизни мы видим что-то реально относящиеся к нам самим или мы можем видеть что-то что нам транслирует человек который дает вот эту технику регресса все зависит от уровня того кто ведет все зависит от уровня сознания того кто находится под влиянием под воздействием все зависит от того насколько человек осознан и тот и другой опять же да и это еще зависит от того если помехи извне это тоже нельзя не учитывать потому что человек который находится постоянно в энергоинформационном поле стоит ему притупить свое сознание он опять же попадает на частоты которые кругом существует информация она же везде и он начинает видеть что-то что ему кажется реальным потому что он занимается тем чтобы обнаружить эту реальность но попадает на луч информации которые ему подсовываются более того если не влияние еще и астрального плана до этого я сказал о влияниях энергоинформационного поля но имеется ввиду даже наших вот этих вот излучений того же телевидения пример или выше крым различных ментальности людей поэтому регрессивный гипноз в моем понимании нужен только для помощи людям это не часто человек может сам разбираться со своим вопросом да но если ему тяжело то да в качестве помощи и лечения какое-то время или какое-то количество раз можно но знаете что любая форма гипноза это подавление высшего я подавление я индивидуальности не вышивая индивидуальность если допустим человек находится под воздействием гипнотическим даже если она скажем такое легкое все равно это не решение вопроса самостоятельно это решение вопроса благодаря кому-то который ввел тебя в это состояние и ты отрабатываешь что-то если мы говорим о получении информации то здесь немножечко другая опять же ситуация человек входит состояние чтобы получить информацию о будущем но я вот сколько мне передавали или рассказывали или я видел ничего не сбылось буквально недавно даже нам говорили что должны быть такие страшные события на сентябрь месяц ничего не произошло причем говорили очень многие и ченнелинги тоже говорили ничего не произошло потому что эти люди не учитывать что есть высшие силы есть высшие силы которые даже если бы это должно было произойти они все это нивелирует компенсирует очень много раз у нас уже должна была планета с орбиты сойти но не произошло а вот все-таки помимо регрессивного гипноза есть и другие техники просмотра прошлой жизни реинкарнации и так далее вот чтобы вы посоветовали человеку который стоит на духовном пути занимается йогой или крия йога ему вообще стоит лезть в прошлые жизни с целью либо узнать что-то больше о себе либо достать из этих прошлых жизни какие-то свои качества умения таланта или это снова же индивидуально кому-то это нужно кому-то стоит просто спокойно заниматься духовной практикой двигаться вперед но вот последнее за чем-то сказал это является самым важным когда вы пытаетесь понять кто вы были в прошлой жизни это происходит ментальном плане вы пытаетесь представить допустим я один от прошлой жизни был тем-то тем-то кем-то был то есть ты представляешь какой-то некий фильм где тебе кажется что ты был мужчиной рыцарем к примеру там йогом или еще к заметь очень многие люди кого спрашиваешь про прошлой жизни они либо президенты стран либо цари либо йоги отшельники и так далее никто простым не бывает все какие-то особенные я знаю несколько наполеонов и так далее как правило это ум выстилает эту информацию потому что эго человеческое никогда не согласится с тем что в прошлой жизни он был непонятно кем да с точки зрения сейчас же он такой духовный но если вы хорошо попытаетесь разобраться в себе вы поймете что внутри вас есть что-то что очень четко показывает кем вы были в прошлой жизни если у вас инструмент которым вы пользуетесь на сегодняшний день инструмент сознания такой как устремленность вера к примеру да интерес к художествам к музыке к йоге каким-то другим качествам либо есть интерес к воровству не дай бог там сплетням каким-то допустим другим аспектом жизни неприятным в обществе попытайтесь отделить зерна от правил попытайтесь понять что вы из себя представляете уберите то что является плохим оставьте то что является хорошим и вы четко поймете с каким багажом вы пришли эта работа очень важно сейчас говорят о расстановках так расставьте эти все это всю эту мебель ненужную и нужно оставьте ненужную выбросить то есть задача человека понять с чем он пришел в этот мир тогда он поймет что он себе несет конечно это не все что в нас есть огромное количество всего целая вселенная существует но выберите то чем вы можете пользоваться сейчас стремление к прошлой жизни должно быть не ментальное стремление к понятию что есть прошлая жизнь должна быть не ментально оно должно быть через ощущение ментальность вам по на придумываю там все что угодно и как правило это обман это ум его ложная сфера это мозговое видение когда говорят о ясновидении в основном пользуются мозговым видением то есть он представляет себе но здесь подкрепляется это эмоциями это человек начинает в это верить он забывается и обманывается а в реальности все по-другому более-то вам скажу когда вы выходите за пределы ума там вообще все исчезает там другая объективная реальность там исчезает понятие прошлой жизни все ингаре инкарнации все все исчезает нирвикальпа самадхи савикальпа самадхи все вообще ничего не стоит это все иллюзия это где-то там вот внизу понимаете поэтому здесь я рекомендую вам не стремиться к тому чтобы понять кто вы в прошлой жизни были а стремиться к тому чтобы те качества которые принесли в эту жизнь в этом сознании присутствующий в этом теле обладающие скажем люди обладающие этими качествами могли применить это жизни для дальнейшей трансформации но вы если хотите все-таки понять кто вы были прошлой жизни начните медитировать когда вы выйдете на уровень непривязанности спокойного восприятия всех процессов внутри вас в бессознательном мире проще говоря когда вы избавитесь от множества страхов от привязанности всплывет картина прошлых воплощений сейчас она закрыта для того чтобы вы не навредили себе ум может быть поврежден поэтому это может его шокировать но представьте себе вы одновременно здесь и там вы не поможете может быть просто войдете в такую фазу где вам не будет понятно кто вы вообще кто вы это как знаете когда просыпаешься иногда непонятно где ты находишься кто ты единственное что понятно что это ты но в каком месте ты где-то забыл вообще зачастую дети так глубоко уходят например потом поднимается глаза открыто они могут понять спят они или нет но люди тоже так взрослым могут вспомните высказывание джонзы ученика лаузы ему приснилось что он бабочка весело порхающие с листа на листок пример да и когда он просыпался он не мог понять то ли бабочки снится что она джонзы то ли джонзы снится что он бабочка непонятно это называется пограничное состояние когда вы не определяете кто вы вы в прошлой жизни настоящий будущем на эту тему есть фильмы разные где одновременно показывается несколько событий человек не может вылезти из этого все ловушка ума называется он блуждает в собственном подсознании потому что есть отождествление с этим йог который не отождествляет себя с этим он поднимается но он все контролирует ваша задача научиться быть концентрации в таком случае я людям говорю если вы впали в это состояние не ищите способ вылезти из этого опираясь на внешнее пытаясь найти свое внешнее она может не быть так же как и во сне сон очень зыбкая вещь астрал очень зыбкий это как песок он сыпучий он меняет формы в этом состоянии нужно самое главное развернуть свое внимание на того кто вы и смотреть на того кто смотрит и все это и есть форма медитации когда независимо от того что во внешнем мире происходит вы всегда остаетесь тем кто вы есть тогда вы не потеряетесь вы сейчас сказали что в прошлой жизни вы проводили время в гималайской пещере в качестве ламы и потом вы сказали что игра на инструментах у вас было еще за несколько жизней до этого воплощения и насколько я понимаю вы припомнили своей жизни не с помощью какого-то регрессивного гипноза или каких-то модных техник в это сделали естественным югическим способом и вот для вас для вашей жизни какую роль это сыграло когда вы увидели себя в прошлой жизни в позапрошлой жизни что это вас дополнило на какие размышления навело принесло ли пользу на протяжении моего времени практикования я всегда имел чувство ману всплывало это чувство да о том что я очень связан с тибетским пантеоном для меня тибетский народ это братский народ это это мой народ образно говоря да и у меня очень глубокое уважение и духовная связь с этим направлением в частности там их несколько направлений буддизме есть и непосредственно уже с народом тибета и тибетским буддизм потому что он несколько отличается вот потом я встретил мастера гранд-мастера джуниан цигун с которым я сейчас дружу очень близко он мне напомнил об этих состояниях и со своей стороны подтвердил мои переживания а было это таким образом что мы с ним встретились он мне передал устав для открытия школы точнее я ему передал устав для открытия школы меня попросили ему передать я его до этого не видел физически в этом воплощении значит мы с ней встретились передавая документы я смотрю на него мы разговорились и я спросил у него нет твое лицо очень знакомо точнее не лицо ощущение которое исходит от тебя он говорит от разве ты не помнишь меня и в конечном итоге мы разговорились и выяснилось что когда я был в гималаях я сказал о том что я был тибетским ламой на самом деле сати сай баба через свою преданную которая обладала в высокой степени ясновидения который меня узнала из прошлых жизней тоже он через нее или она пусть будет так подтвердила мои предположения значит это воплощение тибетского махатмы реализованной души которая по каким-то причинам но скажем так не полностью реализовала себя до конца еще не дореализовала она была очень высокого уровня это как махатма который принял на себя карму которому отрубили голову в конце жизни но не в самом конце жизни а в достаточно преклонном возрасте ну скажем так да ближе там к 60 к 70 приблизительно и это было достаточно давно вот и в этой жизни этот тибетский махатма воплотился в это тело я так сейчас отстраненно говорю и продолжает свою работу эта информация пришла от этой святой женщины который сай баба дал эту информацию непосредственно эта же информация пришла от гранд-мастера джуньен цигун который сейчас является личным учеником одного из хороших мощных мастеров суминтан и соответственно она у меня эта информация но для меня это не так важно для меня важно с чем я пришел какая разница мы жили везде уже мы уже везде были и америку прошли как говорится и всю европу это же очень много воплощений но важно же с чем я пришел с чем мы каждый приходим что мы с собой принесли забыли мы собой взять самое главное где-то она там глубоко спрятано или мы помним об этом и мы меняем мир меня пространство ну хорошо если я допустим не был бы тибетским ламой или махатмой и жил бы просто был бы допустим чабаном или пастухом не важно так же как и кришна к примеру что это меняет неужели я в этой жизни не могу подняться над этим неужели я в этой жизни не применив технологии духовной практики не могу поднять свою эволюцию когда допустим йогананда сказал дайте мне двух молодых людей с беспокойным умом и я дам им крия восемь часов в день под его руководством и они достигнут полного освобождения а за четыре пять лет они станут святыми разве мы не можем этого добиться если захотим что нам мешает лень или допустим элементарии которые пытаются да нам будут мешать все во все со всех сторон будут мешать потому что им не выгодно чтобы ты развивался но если высокий дух и пришел с этим качеством тогда будь добр пробуди это качество в этой жизни если ты невысокий дух и пришел непонятно кем к примеру да но ты получаешь знания для пробуждения этого качества пробуждая это качество волю устремленность веру любой человек даже самый плохой самый самый если так можно выразить плохих нет на самом деле это игра все но тем не менее если он даже самый самый такой незаурядный томасичный человек но он захотел чего-то в жизни он же может добиться этого бог всегда дает поэтому старайтесь через это идти но касательно этого конкретного воплощения да я в прошлых жизнях скажем получил опыт европейского пребывания да то есть весь этот магизм вся магия мистицизм европы в голове в этой и в сознании в этом тибетская азиатская вся эта концепция все это вместе в этом воплощении не составляло труда понять единство всех религий она у меня сразу возникало не составляло труда или скажем каких-то препонов не было понять единство всех систем и направлений где крия для меня стала величиной самой высокой могущественной потому что она в себе содержит все абсолютно но проще говоря она и даже и удобно то есть вы обладаете одним метафизическим принципом который решает все задачи разве это плохо да вы можете читать отдельно веда веды там пураны сканда пураны и так далее чтобы понять и все равно это приходит все к одному к одному принцип выстраивание вертикальной связи с высшим ну или глубокой связи а